Восстановительные работы после летних пожаров завершены в срок, заявил сегодня Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий стихии. Премьер провел его в поселке Верхняя Верия, Нижегородской области, который в июле был полностью уничтожен огнем. Путин приехал туда в третий раз, чтобы лично проинспектировать качество жилья, построенного для погорельцев, и пообщаться с ними. Дмитрий Новиков наблюдал за визитом. Такими ударными темпами в современной России жилье еще не возводили, не обустраивали и к коммуникациям не подключали. По сути, восставшее из пепла за рекордное время село Верхняя Верия теперь наглядный пример. Нет ничего невозможного в решении жилищных проблем. И хотя местных жителей и немного смущает, что все дома и заборы одинаковые, самые пожилые сельчане отшучиваются. Когда-то и не к такому привыкать приходилось. К премьеру можно было сюда не приезжать. Большой брат в виде работающих даже ночью развешанных по всей деревне правительственных видеокамер все эти три месяца в режиме реального времени отправлял картинку о строительстве, в том числе и в кабинет Владимира Путина. Но новейшие технологии, какими бы они ни были, не могут заменить личное общение. Да, 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 я, я, спасибо большое, все хорошо, да, да, да. Вы что, не плачете, все в порядке? Все хорошо, с кем-то счастья. Я, по-моему, плакали, я говорю, будет лучше, лучше не будет, как стало? Будет лучше, стало лучше. Новые избы, похожие на дачные коттеджи, в основном возводили на старых местах. Правда, на этот раз с учетом противопожарных разрывов. В том числе и их отсутствие привело к полному выгоранию села в конце июля. Путин тогда приехал сюда в первый раз. Я хочу вам сказать, и хочу, чтобы все услышали, да? Вы слышите меня хорошо? Хорошо, погромче. До зимы все дома будут стоять. Наша восстановлена будет деревня, вы нам обещаете? Да, я обещаю, ваша деревня будет восстановлена. Жилье строили по типовым проектам. Монолитный фундамент, металлический каркас, утеплитель и гипсокартон. Из новшеств место печного отопления газовое. Каждой семье телефон и интернет. От туалета в деревне Верхняя Верья теперь не на улице, как было раньше, а в самих домах. Такая радость. Светлана Васильевна, когда я приезжал сюда после пожара, вот буквально на утро, да? Я помню, Светлана Васильевна меня так схватила крепко. Сказала, постройте. Постройте, я говорю, постройте. Но вы обещаете, я вам сказал, я вам обещаю. Владимир Владимирович, вы обещали свое, вы помнили. Чтобы картина была полной, здесь же, в Верхней Верье, премьеру вывели на мониторы видеоизображения из других сел и деревень, возрожденных после летних пожаров. Всего в 15 регионах в рекордные сроки было построено около 2000 домов, в том числе многоквартирных. Путин, похвалив строителей за отличную работу, пожелав новоселам жить-поживать да добра наживать, выразил свою благодарность всем гражданам России, фирмам и компаниям, безвозмездно помогавшим погорельцам. Отдельный пример остановился на роли федерального центра. Государство не оставляет в беде и один на один с бедой тех, кто с ней столкнулся. И второе заключается в том, что государство в состоянии может решать проблемы подобного рода и подобного масштаба. С полной уверенностью могу вам сказать, что несколько лет назад это было бы невозможно. Погорельцы, получившие в свою собственность новое жилье, говорили премьеру о наболевшем. Есть еще вопросы с регистрацией, оформлением наследства и пропиской. У многих жителей деревень не были оформлены дома и приусадебные участки, а у некоторых сгорели документы, доказывающие право владения. Всем этим в настоящее время занимаются местные власти. Дмитрий Новиков, Владимир Довгаль и Юрий Абрамов. НТВ. Верхняя Верия. Нижегородская область.